привет меня зовут светлана сегодня 2 июля 21 года и у нас в программе знакомство с новым процессом грудничком я его так называю будет небольшая нарезка видео войдет туда и старт продвижения очень надеялась что будет и финиш но не так сталося я гадалася не получилось на выходных не получится даже снять видео поэтому сейчас снимаю общение то хочется мне с вами затем представлю вашему вниманию еще одну интересную загадку средневековья это выдающийся мореплаватель первооткрыватель христофор колумб надеюсь будет интересно но сейчас вернемся к первому пункту будет видео нарезка привет меня зовут светлана и вы на моем вышивально развлекательном канале свет вышивки так хочу показать вам старт новой работы да буду вышивать на рубашке сюжет как я и задумывала что-нибудь соответствующие символу года бык или корова значение не имеет общем такое будет парнокопытная и так хочу показать может быть вдруг кто-то заинтересуется это же вас желает сделать нечто подобное значит берем канву я сейчас покажу это флизелин вот водорастворимый пришивной вот все показано как что сетка для вышивки крестиком вот так теперь и пришиваем руки должны быть сухими обязательно иначе расплывется разметочка сегодня собирала шелковицу так что не пугайтесь ручки у меня будут соответствующие мыло и натирала общем все равно следы шелковицы есть ну вот так сначала зафиксировала посмотрела где будет как что затем пришиваю ну все до следующего включения да вот хотел обратить внимание все равно какой ниточка я специально пришиваю темной чтобы было видно это значение не имеет в конце работы мы ее выпарим уберем конву растворим и все и останется на рубашке только вышивка ну все до встречи опа а кто это тут мое место занял а кто тут занял мое место и не слышит ничего жарко кому тут жарко кто-то хвост откинул кто это лежит кто это лежит амаз амаз хороший кот такой хороший а просыпайся просыпайся подымайся сейчас полиция приедет подымайся ничего не слышим не видим опа лапкой там что-то махнул и ты вахнул лапкой ты вахнул лапкой привет 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 сегодня 29 июня 21 года и такое промежуточное видео как это было из серии вот так вышиваю сейчас рубашку для мужа вот такого парня убоя уже здесь мы видим быка символ года в общем обещала он терпеливо выждал пока я закончила нашего винодела ну и теперь приступила надо выполнять обещанное вот такой вышиваю на флизелине водорастворимом то еще удовольствие конечно после аиды 16 каунта это конечно что-то с чем-то вдруг кто-то надумает мало ли значит хочу немножечко рассказать чем придется столкнуться здесь дырочек нет нет только точечки куда колоть крестики получается иногда в основном они иногда кто в лес кто по дрова потому что очень сложно эту дырочку в флизелине и в рубашечке сделать проколоть потом же туда надо и еще крестик стежок еще стежок еще и они не хотят никак делиться местом и чтоб попасть в одну и ту же дырочку ой-ой-ой-ой-ой в общем надо терпение и понимать чем придется столкнуться я когда первый раз взялась вышивать думал овощи нападут но это что-то страшное было вся извелась потому что сказал что мне нравится пусть будет так ну хорошо вышла а потом вроде как уже приноровилась и пошло пошло так застыла на одном месте да ну вот такой вышиваю на пальцах на вот такой лапки по бумажной схеме с фломастерами вспомнить как это было называется ну меня это не напрягает мне нравится я люблю и 5 сообщим все мне нравится устраивает вот так вот такой будет у нас дизайн на рубашечке символ 2021 года надеюсь что это бычок но я вижу что что это бычок а не коровушка долго искали он чтобы подошло и нравилось то бычок не такой то коровушка не совсем в общем пока подобрали то что нравится но все пока до следующего включения ну что друзья вот и подошло следующее включение что сказать по новому процессу добавить к вышесказанному могу только следующее вышито как мне кажется на мой взгляд ну треть работы точно я так думаю вышиваю вот по бумажной схеме без саги никто ничего мне тут не считает все на глаз вышивать все так же сложно но чем-то интересно да так ну сюжеты конечно вышитые на рубашке я еще называю грудничками они расположены как раз в районе груди также малы в размере но по сравнению с картинами до привычными ну и маню не по возрасту им всем кому неделька кому две и вот хотела думала я что сниму покажу видео да старт продвижение и финиш но не сложилось было много дел потусторонних от вышивки и некогда было вот и не успела поэтому немножко процесс этот затянется но немного у меня уже готово все на вторую на следующую многоцветку уже мне не терпится с ней вас познакомить ее начать но я обещала обещанное надо выполнить муж ждал терпеливо все ему очень нравится этот сюжет мне тоже нравится в общем надеюсь его поскорее закончить и приступить к любимому занятию к многоцветке так ну что еще совпало у нас да вот сюжет содержит символ года двадцать первого бык и еще содержит одного немаловажного героя такого скотник пастух коров быков но я его буду привычно нам называть ковбой и что получается ковбой ассоциируется у меня с Америкой а как раз вот на медне четвертого июля США празднуют день независимости ну и тут понятно что называется звезды сошлись для этого видео вот получается поговорим сегодня об Америке коснемся ее Америку как мы знаем открыл Христофор Колумб в 1492 году это период так полюбившегося я надеюсь нам средневековья а это огромный промежуток времени с 500 по 1500 закончив вышивку винодел я друзья не закончила еще истории средневековья там еще много таится загадок тайн и вот с одной из них я хочу сегодня с вами поделиться и на протяжении видео я постараюсь вставить тематические картинки это будет и сам Христофор и его Каравеллы также картина встречи его с индейцами в общем если сможете одним глазком бросайте посмотрите но если интересно в общем друзья погружаемся в средневековье привычным для нас способом берем с собой иголочки и и я начинаю мы послали вас дон Христофор Колумб открыть острова и материк находящийся у Индии так гласит грамота королевского испанского двора 1493 год Христофор Колумб выдающийся мореплаватель который как считается в 1492 году открыл Америку хотя приоритет Колумба в этой области вопрос весьма дискуссионный поскольку по некоторым сведениям на континент впоследствии названный американским плавали викинги еще раньше кельты финикийцы египтяне китайцы и другие народы на вопрос кто был первооткрывателем этой части света можно ответить что для широкой общественности Европы Америку открыл все же Колумб во всяком случае несомненно что доколумбовые открытия Америки не имели исторические последствия поскольку не изменили представления людей о земле это произошло только после открытий Колумба своими плаваниями Колумб начал эпоху великих географических открытий но много ли нам известно о самом Христофоре Колумбе среди великих деятелей мировой цивилизации мало кто может сравниться с ним по обилию белых пятен в биографии при пристальном взгляде оказывается что бурная биография Колумба окутана сплошным туманом таинственности от самого его рождения и до смерти более пяти прошедших с того времени веков скрыли многие факты из жизни этого человека так например нет достоверных сведений в какой семье где и когда точно родился будущий мореплаватель год рождения 1451 остается под вопросом достоверно неизвестно в каком возрасте Колумб отправился в свою знаменитую экспедицию загадка где родился мореплаватель в этом вопросе он превзошел великого гомера о месте рождения которого спорили только семь городов честь быть родиной Колумба и поныне оспаривают 14 городов Испании Италии и Португалии в том числе такие как португальские порту Лиссабон испанские Барселона и Севилья итальянская Генуя впрочем большинство биографов великого путешественника в последнее время как будто сходятся на том что родным городом его была таки итальянская Генуя туристам даже показывают там невзрачный доме где как утверждают в семье бедного ткача или торговца вином и сыром родился мореплаватель историк Барретто пытается доказать что Колумб в молодые годы находился на службе короля Жуана и как тайный агент защищал интересы Португалии в Испании другие исследователи утверждают что Христофор Колумб был то ли ученым картографом то ли профессиональным мореплавателем а возможно даже пиратом впрочем грань между пиратом и ученым мореплавателем во времена великих географических открытий было весьма условной ничего не известно и о том какое образование и где получил Колумб кое-кто считает что он вообще был способным самоучкой но его сын Фернандо утверждал что отец обучался в университете итальянского города подуя хотя в списках студентов этого дома учености его не нашли история не оставила нам ни одного прижизненного портрета Колумба поэтому каждый художник изображал его по-своему исходя из своего воображения то лысым то с густой шевелюрой то бритым то с бородой Бартоломе де ласкасос видевший Колумба в 1493 году описывает его так ростом был высок выше среднего лицо имел длинное и внушающее уважение нос орлинный глаза синевато-серые кожу белую с краснотой борода и усы у молодости были ржеватые но в трудах посидели самим открытием Америки тоже связано много странного Роджеро Марино итальянский историк и писатель не сомневаясь в авторстве открытия Америки для европейцев считает что это открытие Колумб сделал не в 1492 году а на 7 лет раньше в 1485 основания их два во-первых сеньор Марино опирается на знаменитую карту турецкого адмирала перирейса датированную 1513 годом на ней нанесены отчертания американского материка и к ним дана подпись эти берега были открыты в 890 году мусульманского летоисчисления неверным из Генуи а 890 год по мусульманскому календарю это 1485 и 86 по европейскому и Колумб действительно родом из Генуи во-вторых на могильной плите папы инакентия восьмого сидевшего на ватиканском престоле с 1484 по 1492 год и похороненного в соборе святого Петра в Риме имеется латинская надпись его время прославилась открытием нового мира между тем инакентий восьмой почил в бозе в конце июля 1492 года а Колумб отплыл в свою экспедицию только в августе того же года и плыл он через океан еще три месяца вряд ли надпись на гробнице папы высечена в предвкушении открытия нового света ну кто же мог заранее гарантировать открытие пишет Марину скорее всего само открытие было сделано раньше еще при жизни инакентия восьмого и финансировал эту экспедицию не испанский королевский дом как считают историки а папа надеявшийся завоевать души туземцев для христианства и золото для снаряжения крестовых походов а когда именно состоялась первая экспедиция Колумба в которой он и открыл новый свет написано на карте турецкого адмирала в ходе экспедиции была открыта Америка которую однако Христофор Колумб посчитал в Восточной Азии назвав отчасти по рекламным соображениям пост Индией европейцы впервые вступили на острова Карибского моря Эспаньола Гаити Хуана Куба этим путешествием была начата экспансия Испании в новый свет но оказывается до сих пор не установлено достоверно на каком именно острове названном Сан Сальвадор спаситель высадился Колумб достигнув берегов невидимого тогда континента известно что в первую свою экспедицию Колумб снарядил три судна Санта-Мария флагман Пинта и Нинья 12 октября в два часа по полуночи с борта Пинты была обнаружена земля Колумб высадился на берег водрузил на нем Кастильское знамя формально вступил во владение островом и составил об этом нотариальный акт остров был назван Сан-Сальвадором на острове испанцы увидели местных жителей именно здесь туземцы подарили Колумбу сухие листья табак считалось что он расположен в группе Багамских островов и называется остров сегодня Отлинг американский же историк утверждает что эпохальное открытие произошло на одном из островов Бэри расположенном несколько севернее Багам свои выводы он основывает на описаниях в сохранившихся дневниках Христофора Колумба и приведенных им данных относительно скорости его каравел а также на том что происходящее в районе Багамских островов течение препятствовало парусным судам мореплавателя подойти к ним так это или нет вопрос остается открытым таинственная история также связана с местом последнего упокоения Христофора Колумба посвятивший почти всю жизнь экспедициям знаменитый мореплаватель которому принадлежит честь открытия нового света и после смерти продолжал путешествовать и оставил после себя несколько могил иными словами где находится могила Христофора Колумба ученым в точности неизвестно в течение вот уже пяти веков многие города старого и нового света гордятся тем что именно там находится могила Колумба и это несмотря на то что в отличие от места и даты рождения достоверно известно что великий мореплаватель умер двадцатого мая тысячу пятьсот шестого года в небольшом испанском городе в Алья-Долиде и был захоронен в одном из склепов местного монастыря где и провел первые три года небытия но верный духу странствий он в завещании попросил перезахоронить его на острове Испаньола на Негоите и в тысячу пятьсот девятом году началось его загробное путешествие первая остановка была сделана когда сын Колумба Диего перенес гроб в монастырь Санта-Мария де Лас-Куэва с Севильи там прах Колумба задержался надолго к тому времени его сын скончался в тысячу пятьсот сорок втором году в честь пятидесятилетия открытия Америки и по ходатайству вдовы Диего тело Колумба согласно завещанию самого великого мореплавателя было перевезено в Америку на остров Гаити и захоронено в склепе городского собора Санта-Доминго столицы нынешней Доминиканской республики как с гордостью сообщают многочисленным туристам местные экскурсоводы саркофаг находится там и сегодня однако по утверждению биографом великого мореплавателя и там его прах не ношу успокоения два с половиной века спустя Испания передала Франции часть Гаити испанский адмирал Артисабель повелел вскрыть склеп и перевести останки Христофора Колумба на испанскую землю на принадлежавший ей тогда остров Куба в Гавану здесь останки мореплавателя с надлежащим почетом были 19 января 1796 года захоронены в местном соборе оттуда через сто лет испанцев изгнали и в 1989 году бедный Колумб вернулся частично в Севилью частично потому что за 12 лет до этого рабочие откопали в соборе Санта Доминго урну с надписью прославленный Дон Христофор Колумб и забрали ее себе а 10 лет спустя эту урну замуровали в подножье монумента Христофору Колумбу впрочем в вопросе о могиле Колумба до сих пор нет единства в Санта Доминго продолжают утверждать что останки великого мореплавателя находятся именно у них а в Гавану перевезли ошибочно прах его сына Диего в 1877 году это вроде бы подтвердила и специальная комиссия вскрывавшая склеп и свинцовый гроб однако другая комиссия испанской академии наук работавшая в 1879 году высказалась в пользу того что останки Христофора Колумба покоились в то время в Гаване и вот историки из Севильи и их коллеги из Доминиканской республики решили покончить с неопределенностью взялись за кирки лопаты и намереваются окончательно выяснить в какой из могил нашел последнее пристанище великий первооткрыватель копать придется сразу в нескольких местах и в Санто-Доминго и в Севильи где кстати похоронен и младший брат Христофора Диего его ДНК поможет разгадать загадку многочисленных останков в 2003 году исследованием этого вопроса занялась группа генетиков и антропологов во главе с профессором судебной медицины Гранатского университета и академии ФБР анализ предполагаемых останков Колумба изгумированных в Севильи показал однако что они принадлежат довольно хрупкому 45-летнему мужчине тогда как Христофор Колумб по свидетельствам современников напротив был весьма крепкого сложения а скончался в возрасте от 55 до 60 лет кто же был похоронен в Севильи и пока идут споры о дате месте рождения и месте захоронения великого мореплавателя города в разных странах демонстрируют его могилы как недавно сообщалось в прессе стало известно что в конце прошлого века прах Колумба был почему-то передан Доминиканской республикой университет у города Павия Северная Италия где его потеряли и только потом случайно нашли в одном из сейфов университета где же наконец обретет покой великий скиталец теперь экспертам криминалистам предстоит решить где и сколько частей Колумба как бы не кощунственно это звучит разбросано по свету а заодно выяснить кем же он был по национальности и в этом вопросе нет однозначного ответа с происхождением Колумба связана еще одна загадка по общепринятому мнению он родился в Гену и в семье ткача или торговца шерстью Доминика Колумба стало быть был итальянцем но в Испании например утверждают что Колумб был внебрачным сыном испанского принца Девиана то есть испанцем и пытаясь соблюсти тайну выдавал себя за простолюдина другая версия выдвинута группа испанских и американских историков Колумб якобы был уроженцем острова Майорка он тщательно скрывал этот факт так как в молодости был капитаном корсарского корабля и воевал против короля Арагона отца будущего создателя испанского государства Фердинанда в качестве подтверждения этой гипотезы сообщается что в своих письмах Колумб никогда не использовал итальянский язык к тому же стилистический анализ написанных им текстов его языка и почерка говорит о том что Колумб был человеком культурным и широко образованным а отнюдь не простолюдиным самородком который по ошибке прям открыл новый свет а ведь многие биографы утверждают что Колумб в юности был неграмотен а читать и писать научился уже в зрелом возрасте но профессор Томас Тирадо известный колумбовед пишет что Колумб получил образование типичное для мальчика из зажиточной генуэзской семьи и было то образование весьма серьезным более того молодой кристофор Колумб служил писцом в книжной лапке это вполне согласуется с тем фактом что как раз в ту пору вслед за великим изобретением Гутенберга в Европе начала расцветать бойкая книжная торговля откуда же эта легенда неграмотности скорее всего в зрелом возрасте Колумб научился читать и писать по-испански и писал только на этом языке при этом он никогда не считал себя генуэзцем даже воевал против генуэ в мысе святого Винсента в 1497 году кем все-таки были родители Колумба он избегал говорить на эту тему отец мол суконщик то ли ткач то ли торговец сукном понять трудно но в средневековой генуэ торговлей сукном занимались в основном евреи в Испании Колумба звали Колон был кстати такой известный итальянский раввин и так фамилия у нашего героя какая-то подозрительная генуэзцем он себя не считает происхождение свое тщательно скрывает кто вел себя подобным образом в Испании пятнадцатого века правильный ответ мараны обратимся к словарю бругауза мараны в средние века в Испании это название евреев принявших христианство но тайно продолжавших исповедовать свою веру отцу находились под надзором инквизиции подвергавшие их жестоким преследованиям преследования преследованиями но умные евреи случались даже возле трона короля антисемита фердинанда так что вполне вероятно что происходил великий мореплаватель из маранского рода поэтому одно время занимался картографией и каллиграфией профессиями в те годы были характерными для евреев кстати многие не только еврейские но итальянские испанские даже ватиканские историки считают что родители христофора вполне известны отец доминика колон из маранской семьи осевший после изгнания из испании евгений и мать сюзанна фонтоноросса из маранской семьи из понтеведры по традиции въевшийся вплоть и кровь моранов еще в испании христофор продолжал вести себя как и остальные испанцы ведь не забываем инквизиция оставалась инквизицией семья колумба тайно соблюдала многие иудейские традиции во всяком случае будущий великий мореплаватель получил кроме прочего и хорошее еврейское образование он знал еврей и писал на нем многие дневники и другие записи его рукой дошли до нас и хранятся в музеях Испании и Португалии в некоторых письмах адресованных колумбом сыну диегу часто встречаются написанные в верхнем углу пометки на иврите что означает да поможет тебе бог это известный еврейский обычай в своих письмах колумб также проставлял даты по еврейскому летоисчислению смаранская версия о происхождении колумба связана еще одна таинственная история по официальной версии мореплаватель христофор колумб скончался в своем собственном доме когда рядом никого не было в полнейшей тишине и при абсолютном забвении современников и действительно наследники не получили от адмирала почти ничего не считая огромных по тем временам долгов но люди близко знавшие колумба рассказывали что он за год предшествующей смерти распродал почти все свое имущество а потом даже стал одалживать наличность существует предположение что почти все деньги в равной степени и свою одолженную наличность мореплаватель пустил на организацию своего пятого тайного из совершенно неизвестного истории путешествия на основании документов той поры можно предположить что он приобрел две галеры и нанял хорошую команду зачем еще одна загадка да ведь существует неофициальная версия смерти мореплавателя положившего начало небывалому по масштабам историческому процессу даже школьнику троечнику известно что путешествия по свету Христофор Колумб стремился только к одной единственной цели открытию нового пути в Индию и иные азиатские земли а еще даже дети знают что страну которую мы с вами теперь называем Америкой Колумб открыл в принципе случайно по этой же причине местное население было названо Колумбом и его верными соратниками индейцами все так но многие историки уверены что цели у этого мореплавателя были совсем иные а версия озвученная несколькими строками выше не больше чем банальная утка которую пустил Колумб для правительства Испании и финансистов официальных спонсоров выделявших деньги на экспедицию в неизведанные земли но прежде чем говорить о загадочном пятом немного проясним ситуацию с его четырьмя известными морскими путешествиями первая экспедиция благополучно завершилась в порту Кастилья начало первого письма после окончания путешествия посланная Колумбом испанскому королю фердинанду звучало так сир после изгнания евреев из всех ваших королевств и доминионов в месяце январе ваше величество я не вижу своего дальнейшего участия в новом походе очень смело кстати само путешествие финансировалось в основном испанским мараном Луисом де Санта-Гелем он выделил испанской короне семнадцать тысяч золотых мороведей вторую экспедицию в новый свет Христофор Колумб возглавил уже будучи адмиралом проходила она с 1493 по 1496 год маршрут мореходов теперь пролегал на северо-запад на сей раз в состав экспедиции входило семнадцать больших кораблей а команда насчитывала более полутора тысяч человек новым открытием стали острова Гвадылупа и Доминика впервые их заметили 3 ноября того же года чуть позже были открыты двадцать антильских островов в их числе Виргинские антигое Пуэрто-Рико а затем корабли Колумба направились к побережью Гаити с севера как уже говорилось испанцев в первую голову интересовали драгоценные металлы в поисках золота Колумб в составе отборного отряда прошел вглубь острова Гаити с 12 по 29 марта 1494 года и пересек хребет Кордильера Централь в период с 29 апреля по 3 мая Христофор Колумб руководя тремя кораблями добрался до Кубы с юго-востока и изменил маршрут следования судов от мыса Крус строго на восток 5 мая того же года открыл остров Ямайка Через 10 дней суда Колумба прошли путь от мыса Крус вдоль южного Кубинского берега там мореплавателями были открыты архипелаг Хардин из Делорейна остров Пинос и полуостров Сапата с 19 августа по 15 сентября суда Колумба обследовали почти весь южный берег Гаити в течение всего 1495 года испанцы под руководством великого мореплавателя занимались исключительно отвоеванием Гаити у аборигенов 11 июня 1496 года экспедиция была завершена и Колумб вторично возвратился в порт Кастилья 3 экспедиция Христофора Колумба проходила с 1498 по 1500 год на этот раз путешественники отправились в новый свет всего на шести судах во время пересечения Атлантики тремя из кораблей командовал лично Колумб 31 июля 1498 года им был открыт остров Тринидад а чуть позже с южной стороны залива Павия устье одного из рукавов реки Оренока и собственно сам полуостров Павия тем самым была открыта Южная Америка пройдя через Карибское море экспедиция Христофора Колумба добралась до Яванского полуострова а затем 15 августа того же года и до Сан-Доминго город расположен на острове Каити вскоре а именно в 1500 году великого мореплавателя арестовали судя по всему по ложному доносу а затем его отправили в Кандалах в испанский порт Кастилья впрочем заточение Колумба было недолгим спустя какое-то время его полностью оправдали сняли обвинение и освободили из-под ареста о как четвертая по официальной версии самая последняя экспедиция Христофора Колумба длилась с 1502 по четвертый год эта экспедиция для адмирала оказалась пожалуй самой трудной ведь Индии а именно она была целью испанского правительства адмиралу достичь так и не удалось зато деньги на снаряжение и оружие он тратил более чем нещадно так что польза от него испанцам представлялась малозначительной Лишь с большим трудом Колумб таки добился финансирования и несмотря ни на что получил правительственное разрешение на проведение четвертой по счету экспедиции к берегам почти совсем уж мифической Индии Христофор Колумб имея под своим началом небольшую команду и всего четыре судна отправился на поиски западного пути в сказочную страну о которой в те времена так много говорили 15 июня 1502 года экспедиция добралась до острова Мартиника а спустя какие-то две с небольшим недели путешественники уже рассматривали с палуби Гондурасский залив с самого начала августа по 1 мая 1503 года суда достигли карибских берегов Гондураса тогда же Колумбом были открыты Коста-Рика Гондурас Панама и даже залив Ураба изменив прежний маршрут на северный Колумб повел экспедицию по новому пути а 25 июня 1503 года его корабли потерпели крушения близ Ямайских островов Помощь из Санта-Доминго мореплаватели ждали целый год В родном порту Кастилья Христофор Колумб очутился только 7 ноября 1507 года На фоне маранского происхождения Колумба хронически обостренного еврейского вопроса и солидарной сплоченности меньшинства очень четко прорисовываются истинные мотивы дальних путешествий Христофора Колумба поскольку судьба евреев даже крещенных на Пиренейском полуострове была не сладкой она напоминала существование человека у которого болят зубы как только боль отступает жизнь кажется прекрасной инквизицию ведь никто не отменял и притесняемое меньшинство естественно искало пути для бегства от притеснителей в свободную землю тем более что в апокрифических еврейских легендах было множество сюжетов питающих надежду обрести счастье в далеких странах например предание десяти исчезнувших коленах израиля которые ушли в неведомые земли после разрушения первого иерусалимского храма и находятся где-то за мифической рекой самбатион в стране текущей молокой и медом и прочие вдохновляющие притесняемое меньшинство идей колумб искал в своих путешествиях новую землю обетованную для евреев хотя открыто будущий адмирал заявлял о других политически благонадежных намерениях недаром и это уже абсолютно доказанный исторический факт львиную долю денег на путешествия Колумба давали именно спонсоры соответствующей пятой графой и так имея в арсенале более-менее полную информацию о четырех путешествиях Христофора Колумба и о его предсмертных приготовлениях гипотетическому пятому можно допустить что адмирал на самом деле не скончался в своем доме а в мае 1506 года тайно отбыл из Испании он отправился на поиски ответа на главный вопрос своей жизни это допущение если вспомнить все загадки и странности связанные с установлением места последнего покоения Колумба и идентификации его останков не выглядеть таким уж безосновательным по одной из версий настоящий адмирал бесследно исчез в мае 1506 года и больше никогда не появлялся на территории Испании вот так друзья вот такая на сегодня загадочная история ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комментарии мне будет очень интересно ваше мнение ну а на сегодня будем заканчивать всем желаю миру здоровья денег остальное сами сами да в общем всем всех благ и до встречи пока 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 не пока не пока не пока 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 не пока